Просыпаемся, солнышки. Настало время вернуться в рабочий ритм и вновь страдать. Даже не спрашивайте насчет маски, потому что, оказывается, поджечь петарду во рту это не самая гениальная идея. Блин, как же так? Надеюсь, вы хорошо отдохнули, вкусненького там наелись, сполна, а также получили крутой и желаемый подарок. Я, в свою очередь, тоже делаю вам небольшое подношение. А именно, начинаю год с вашей любимой рубрикой. Ну, оформление рабочих столов. Дело в том, что на днях я приобрел себе монитор 21.9. О котором мечтал весь прошедший год. И на нем прям просится какое-нибудь минималистичное, но красивое оформление рабочего стола. Чего я, пожалуй, и добился. Да, данное оформление что-то в духе лофи. И, кстати, не парьтесь насчет формата этого монитора. Вы также без проблем сможете его повторить на ваших мониторах, вне зависимости от версии Windows. Ну, а для того, чтобы Windows работала лучше, а все параметры кастомизации были открыты, необходимо активировать вашу Windows. И вот в такие моменты на помощь приходит спонсор этого видео. Магазин Case Fun. На нем вы можете приобрести необходимый вам ключ активации под любую версию Windows или Office. Я чисто ради того, чтобы показать вам весь процесс, куплю ключ активации Windows 11 Pro. При оформлении заказа не забудьте вставить вот тут промокоды из записания видео, чтобы получить скидку аж в 50%. Далее продолжаем оформлять заказ. Пишем вашу почту и выбираем способ оплаты. Карты или PayPal. После оплаты на указанной почте придет ключ активации, который вы должны просто скопировать. Далее зайти в параметры Windows. Активация. И вот здесь вставить купленный ключ. На этом ваш Windows активирован. Все крайне просто. А теперь погнали к оформлению. Окей, я как обычно процесс кастомизации максимально для вас упростил, чтобы вы особо не страдали на этот счет. Во-первых, вам понадобится мой Discord сервер. Именно с материалами. А также вот данный архив под названием Minimalistic Loafy Desk, который вы найдете в описании под этим видео. Давайте же начнем. На моем сервере в категории материалы, канал обои, вы должны найти вот этот пост. С вот таким красивым и интересным минималистичным ламповым фоном. Который прям греет мое сердечко. Чтобы скачать, нажмите Click to download for free. Далее папку из скачанного архива можете переместить на рабочий стол. В этой же папке вы найдете пару версий этих обоев. Ну, первый это 16 на 9 разрешением 2К. Ну, например, если у вас, как и у меня, допустим, второй монитор по вертикали, можете на него установить этот фон. Также есть обычный 16 на 9 разрешением 5К. Ну и мой формат монитора, это 21 на 9 уже разрешением 4К. Что ж, давайте установим обои. Вот и готово. Эту папочку можем убрать в сторону. И теперь распакуем архив Minimalistic Loafy Desk. Но вот в этой папке вы найдете еще три папки, которые уже я отсортировал по мере кастомизации. В первую очередь нам придется установить Rain Meter, а далее еще два скина. Так что открываем вот этот ярлык, скачиваем последнюю версию Rain Meter, устанавливаем. После чего закрываем стандартные виджеты, которые у вас появятся на рабочем столе. Далее установим следующие два скина, которые тоже есть в этой папке. Если при установке скина есть вот данная галочка, то лучше ее убрать. Теперь заходим в Трей и ищем Rain Meter. Окей, тут в первую очередь нам понадобится папка Amatical. И отсюда нам уже понадобится визуализатор. Запустим его. Вот он тут-то сверху появился. Давайте-ка я открою Spotify и включу какую-нибудь музыку, чтобы мы определили, что данный виджет работает. Да, все в порядке. Окей, что ж, сам виджет разместим вот где-то здесь, пожалуй. Аля, типа девочка указывает пальцем на него или что-то в этом духе. Также можете открыть Settings. И если есть желание, можете поменять цвет визуализатора. Допустим, взять вот этот синий и поставить здесь. И будет это выглядеть вот так. В целом, пожалуй, можно сделать даже поярче его. А вот так, пожалуй, будет лучше. Хорошо, давайте теперь перейдем ко второму скину, а именно La Compagne de Opress Clock. В общем, часы. Выбираем вторую версию, потому что они на английском. И ставим их также где-то посередине. Также им ставим позицию позади. Чтобы наш визуализатор был, так сказать, на слой выше, чем часы. Окей, в целом все прекрасно. Теперь можем зайти в настройки Rain Meter. Ну и, в общем, отключить перетаскивание, чтобы в дальнейшем просто не перемещать данные скины по экрану. На этом Rain Meter можно закрыть. Пойдем дальше. Второй пункт, это у нас панель Nexus. Это, конечно, уже по вашему желанию, но я бы установил, почему бы и нет. Смотрится довольно круто. После установки панели Nexus появится вот такой док сверху. Нажмем на Nexus, чтобы открыть его настройки. Далее идем в Дополнительно. Возвратить. И вставим вот этот путь. Для того, чтобы запустить off-bro save. Это, так сказать, мой конфиг. И после этого париться особо и не надо, потому что, так сказать, все уже настроено. Но у всех, конечно, мониторы разные. Так что можете зайти в положение и уже настроить под себя всякие там расположения, расстояния до края экрана и тому подобное. Плюс еще зайти в вид и поменять, допустим, размеры иконок и все так далее. В общем, вы не маленькие, читать, наверное, умеете, так что разберетесь. Нажмем применить и окей. Сейчас на этой панели всего лишь одна иконка, а именно этот компьютер. Вы, в свою очередь, можете, конечно же, установить свои. Для этого просто зайдите в пуск, найдите необходимую вам программу, нажмите ПКМ по ней и перейти к расположению. Далее просто скиньте ее, так сказать, на эту панель. Вот и все, готово. Окей, я закрепил на панель некоторые нужные мне программы. В целом, этот компьютер мне не особо тут нужен, так что можно его отсюда убрать. Но смотрится это, конечно, не совсем полноценно. Ведь иконки имеют разный стиль и это не особо красиво. Но на помощь, как обычно, приходит мой дискорд сервер. И на этот раз канал иконки. Где находятся разные паки иконок. Но, как по мне, самый подходящий под это оформление, это спейсшрумс. Если я, конечно, правильно это произнес. Не суета важно, давайте скачаем пак. Ну и в целом, небольшой советик для вас. Вот этот пак иконочек советую сохранить где-нибудь в безопасное место, чтобы случайно не удалить. У меня для этого есть даже специальная папочка на диске D. Ну и уже в этом паке найдите нужные вам иконки под нужные вам программы. Если они, конечно, в этом паке есть. Ну и все по факту. Данную док-панель можно посчитать готовой. Все смотрится красиво и, конечно же, программы запускаются без каких-либо там проблем. Ну, еще остался третий пункт под названием мини-бин. Я, так сказать, такой астет рабочего стола и люблю им наслаждаться. И я прям ненавижу, когда на рабочем столе, особенно на главном, есть там какие-нибудь папочки, иконки, программы и так далее. Ну, имею в виду стандартная а-ля типа корзина. Поэтому для того, чтобы убрать ее с рабочего стола, но при этом не потерять функциональности, предлагаю вам установить мини-бин. Которая добавит маленькую иконочку корзины прямо на панель задач вот тут справа. Которую, кстати, можно очистить просто дабл-кликом по ней. Также в папке с мини-бином вы наверняка заметили, что есть папка black и white. Это новая иконочка для этой самой корзины, которая на панель задач, под разные темы Windows. Допустим, светлая или темная. В моем случае у меня темная версия, поэтому мне понадобятся иконки white. Копируем, в общем, этот путь. Нажимаем пока по иконочке на панель задач. Configure. Change icons. И выбираем версию иконки. Вставляем путь к новым иконочкам. И выбираем подключающую иконку. То же самое делаем и с остальными версиями. В общем, вот и готово. Закроем проводник. Эту папочку берем в сторону. И для того, чтобы убрать корзину с рабочего стола, нажимаем ПКМ, персонализация, тема, параметры значков рабочего стола. И здесь попросту убираем галочку с корзины. И окей. Вот и все готово. Корзины больше нет. Ну и вот, ребятки. Минималистичное лофи оформление рабочего стола готово. Также, по вашему желанию, с моего дискорд сервера, можете себе поставить какой-нибудь красивенький курсор. Ну, а также для ребят, которые помимо того, что обожают повторять мои рабочие столы, они их еще усовершенствуют, то можете своими концепциями поделиться на моем основном дискорд сервере в канале Рабочие Столы. Вот здесь. Ну или, допустим, можете мне упомянуть в историях в инстаграме. Ну, в общем и целом, дело ваше. Я, пожалуй, на этом попросту закончу. Ребят, во-первых, хорошего вам начала года. Во-вторых, спасибо вам огромное за просмотр. Надеюсь, вы поставите лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий, включите колокольчик, сделайте репост и все подобное переведение. Приветик, кстати, спонсорам канала. Вы, по идее, видите это видео раньше всех. Ну, а для всех вас у меня есть небольшой инсайдик. На этот год у меня по большей части запланирован лайв-контент, связанный с ремонтом, то есть улучшение всей моей студии, рабочего стола, покупка нового оборудования, ну и все в этом духе. Надеюсь просто, что у меня все это получится и вы поддержите меня во всех своих начинаниях. Ну, на этом, в общем, ребятки, все. С вами был по-прежнему ваш старый офишл бро. Если хотите, могу вам показать маркизу, которая тут сладко спит. Че ты сладко спишь? Извини, я тебе немножко хочу показать народу. Привет. Любимка. В общем, не проебывайте этот год впустую. Будьте с людьми, которые вас любят и ценят. Всем вам удачи. Еще услышимся.